Друзья, здравствуйте! Мы сегодня поговорим о силе действия эфира. Когда мы касаемся темы эфира, мы сразу понимаем, что это некая запретная пограничная тема, которая не дает нам развернуться. То есть люди периодически открывают какие-то знания, способности в плане эфира. Говорят о том, что весь мир соткан из первородного эфира. Мы знаем, что разные конфигурации бывают. Есть пространство только эфир и вращение. Но это то, что физики называются спином. И вы многие задаете, из вас многие задают вопросы на тему, а как устроено мироздание, из чего оно соткано. Так вот, соткано оно именно из эфира. Но здесь вопрос такой. Вот у нас есть эфир, и он имеет структуры. Понятное дело, что огонь, земля, воздух и вода, но названия сейчас самих эфиров, то есть стихийные, они изурочены. Или изурочены так, чтобы мы не догадались о смысле этих эфиров. Но так или иначе, у нас в пространстве есть четыре первородных эфира. Флагистон, теплород, аква и аэр. Так вот, энергия действия, она всегда в флагистоне, то есть в огненном начале. И он проявляется тогда, когда у нас выстраивается по определенному правильному многограннику. Вообще, когда мы говорим о многогранниках, то есть не многоугольниках, то есть не о плоскостном варианте, а о многогранниках именно, то мы сразу понимаем, что это работа с объемами, то есть это работа с пространствами. Это работа, которая проявляется в мироздании, как некая синхронизация с большими крупными объектами. И эта синхронизация начинает тянуть правильные процессы. То есть получается, если мы берем правильный многогранник, синхронизируем его силы с великими силами эфира, то мы начинаем проявлять ту суть, те события, те желания и те реализации, которые нам нужны. Давайте разбираться. Когда мы говорим обо всех этих вещах, мы понимаем, что здесь не столько скрыто все от человека, сколько мы не понимаем, на что мы смотрим. Потому что теория эфира, она уже много сотен лет муссируется. И книги по эфиродинамике они есть, и выступления по эфиродинамике, то есть моих соратников, которые физики, математики. Но вот непонятно, к чему все идет. Потому что если ты в простых формах не знаешь, как что выглядит, ты, естественно, не понимаешь, как это работает. Я сейчас позволю себе взять фигуру. Для вас она будет не нова. То есть вы однозначно это все видели, у вас есть представление о такой пространственной фигуре. Ну понятно, что это тетраэдр. Когда мы говорим о тетраэдре, у нас сразу выстраивается ассоциативный ряд. А на что я смотрю? То есть и в памяти начинают всплывать пирамиды, которые у нас есть по всей стране. Правда? Ну мы же говорим не только про Египет, правильно? Потому что сразу самые разрекламированные это те пирамиды, которые у нас, собственно, есть Хеопса и Ежесней. Но если мы посмотрим на территории Российской Федерации, вообще России, то есть и ближние загрубежья, то есть там все равно есть вот такие вот вещи, да, поросшая травка, где-то это выглядит как гора, где-то искусственно возведенная людьми. Но это есть. И тогда вопрос, да, а что же, для чего же это было нужно? Для каких целей это нужно было создавать? Представьте себе, вот сидите вы дома и думаете, вот нечем мне заняться, ну-ка построю-ка я пирамиду. Правда? Но это странно. Мы всегда с целеполаганием подходим к реализации той или иной задачи. И получается, что управление силой эфира нужно заниматься через геометрические, объемные, правильные фигуры. У меня на эту тему есть выступление. Оно вот как раз на этом YouTube-канале. Небольшими уроками выложено, вы можете на него посмотреть. Но раз уж отдельное видео, да, я хотела бы сказать, что каждый раз, когда вы смотрите на пирамидальное строение, вот я знаю точно, что есть в Воронеже. Сейчас уже даже не припомню, по какой улице. Да, стоит просто пирамида. Просто геометрическая форма. Вот представьте, для ее возведения нужны миллионы. Вот в центре городов обычно пирамиды любят ставить. И сразу вопрос, для чего, для каких целей? Потому что флагистон, то есть управление огненным началом, это проявленность действия. То есть то, что у нас метрически закладывается, соответственно, в параметры самой пирамиды, будет давать возможность реализации той или иной задачи, того или иного события. Короче, если простым языком пирамиды призывают к действию. К какому? Такому, которое прописано в параметрах этой пирамиды. Вот мы с вами слышим выражение «миром правят числа» и их отношения. Сразу задаемся вопросом, а что это, ну, про соотношения вообще никто не говорит. Миром правят числа. Что за числа? Почему так? Ну, как бы нам говорят, что все можно посчитать, что, например, там три числа, число три, да, вот мы не знаем, как его показать, число три, но если мы говорим «три пальца», мы его овеществили, да, или «три человека», или «три цветочка» вот у меня тут дома стоят. То есть когда мы овеществляем, мы понимаем, что такое число, да, цифра. Так вот, получается, когда мы овеществляем параметры объемные, мы связываемся через правильность фигуры, через ее системность с первородным эфиром. То есть знающие мира сего понаставили пирамид по всему миру, современных, про старое мы еще говорить будем, потому что это однозначно тема отдельная, я думаю, что мы как-нибудь до нее доберемся. Вот, понаставили пирамид, и посмотрите, что у нас на денежках изображено зачастую, посмотрите, что на различных символах изображено, ну так якобы масонских, да, вот. То вопрос такой, а для чего эта символика? Потому что изображение, часть, часть объекта всегда работает как полноценный объект, то есть часть рисунка несет ту же силу, как и объемный, полностью изображенный рисунок. Так же и здесь, везде пирамиды. То есть получается, что управляя людьми через числа, через параметры, заложенные в размеры пирамиды, они достигают своей цели. Поэтому, когда вы видите пирамидальное строение, вообще не выполняющее никакую функцию, просто якобы для красоты стоящей, задайтесь вопросом, а к чему она призывает? Потому что система, она всегда делает все для себя, она никогда не сделает ничего для человека. То есть это скрытое управление. Вот смотрите, мы тоже состоим из эфира. Естественно, у нас четыре стихи есть. Нервная ткань, нервные импульсы – это огонь. Лимфа, кровь и все жидкости – это вода. Сухой остаток нашего тела, то есть минеральная структура и ежесней – это, соответственно, земля. И воздух, ну это кислород и все газы, которые есть у нас в теле. То есть получается, что мы есть совокупность всех эфиров. Так вот, для того, чтобы управлять действиями, потому что огненная структура – это именно действия, это проявленная мотивация, это хотелки наши все управляются через пирамидальные структуры. Все просто. А мы потом удивляемся, почему мне пришла там, например, мысль пойти куда-нибудь на границу и крушить все, и напалмом все уничтожать. Почему, сидя дома, вдруг куда-то хочется бежать, что-то делать? Потому что потенциал, который витает в пространстве, он улавливается человеком, он улавливается, потому что мы притягиваем то, что есть в нас, мы синхронизируемся с пространством. И когда происходит статичное, постоянное, дозированное излучение вот таких пирамидальных структур в пространстве, мы хотим или не хотим, мы купаемся в этом эфире однозначно, на нас летит все, что только можно. То есть получается, что все, что у нас есть для красоты, чтобы мы просто полюбовались, на самом деле управляет нами. Они знают, что это такое, сильные миры сего, в кавычках сильные. Потому что быть надсмотрщиком, это не значит быть сильным, это значит не давать человечности первостепенную основу и жизнеспособность. Ну, я думаю, что все станет скоро на свои места. Так что вот так, друзья мои. Но подробнее, конечно, я на своем курсе по практической метеоргии метка. Да, это вот это. Вот это называется метка. Ургия, ург, да, это светящийся. То есть метеоргия – это разметка местности светящимися объектами энергоинформационными. То есть на курсе по практической метеоргии, которую я веду, я более полно обо всем об этом рассказываю. Конечно, мне хотелось с вами поделиться, потому что вы очень часто задаете вопросы по поводу пирамид, по поводу того, как они влияют на нас. Все есть число, все есть мера. Пространственная, объемная, словесная, вибрационная. И, соответственно, раз это так, значит, на нас могут через эти меры влиять, что, собственно, и делается постоянно. Конечно, в моем мире есть только позитивное начало, потому что то с чем-то синхронизируешься, то и является основой. Но мы все понимаем, что муссированная атака энергоинформационная, она рано или поздно пробивает даже самый мощный настрой. Так вот, чтобы нас не пробивали, нужно знать основы практической метеоргии. Ну вот так. Я вас благодарю за то, что вы задаете такие вопросы. Пусть у вас все ладится и получается. Всего доброго.